Всем здравствуйте! На днях стало известно, что Никита Михалков попал в больницу. Представитель режиссера утверждал, что у него грипп. Однако журналисты выяснили, что у него другой диагноз. По некоторым данным, ни о каком гриппе у Никиты Михалкова и речи не идет. Якобы ему поставили диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония». Сообщается, что прославленного режиссера спасают медики в реанимации одной из столичных больниц. Говорят, Никита Михалков в тяжелом состоянии. Мало того, у него развился интоксикационный синдром. Журналисты выяснили, что заболел режиссер за два дня до того, как попасть в больницу. Очевидно, недуг развивался стремительно. В какой-то момент Никите Михалкову стало хуже. У него проявились одышка, кашель, высокая температура и тошнота. В результате режиссер сам принял решение о госпитализации. Он вызвал скорую помощь, а близкие помогли ему с госпитализацией. Вначале Никита Михалков оказался в больнице, но потом его перевели в другую клинику. Отметим, что пока сам режиссер на связь с общественностью не выходил. Как сообщают, для транспортировки Никиты Сергеевича в больницу потребовался реанимобиль. Кинодеятелю оказывают помощь на фоне ухудшения состояния. Молчат о его состоянии и близкие – супруга Татьяна, дочери Анна и Надежда и сын Артем. Вообще, к слову, в последнее время здоровье начало подводить Никиту Михалкова. Одно время режиссер посещал светские мероприятия, опираясь на трость. А сейчас и вовсе пропал с радаров. Кстати, не так давно о проблемах со здоровьем Никиты Михалкова говорил его друг, композитор Эдуард Артемьев. Они не раз работали вместе. Хотели сотрудничать снова, но из-за нездоровья режиссера планам их не суждено было сбыться. Более того, 29 декабря Эдуард Артемьев покинул мир. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока, пока.